Так, всем привет, с вами Малас и мы... Ну че, продолжаем проходить Готику, охрана трава. В прошлый раз мы остались на том, что мы убили, да, орка, забрали у него камень друида, который, по идее, должен был превращать вепри, но он раскололся. Я думаю, выполнил цепочку квестов, он починится. Вернее, я не думаю, я знаю это. Квесты довольно... Ладно. Сперва посмотрим, сколько у нас еще наносит оружие, я бы все забыл. Лук наносит 60, палаш 70. Да. В принципе, у меня тут сложность стоит такая, довольно высокая, поэтому с двух стрел мы никого не можем убить, вот так. Видно, да, что у меня. Останавливайся здесь. Ворка у этого 400 жизни, то есть мой... Четыре раза выстрелили из звука и особо ему ничего не нанесли. А вот он нам нанесли, что-то не пьешь. Так, хорошо, Шнапс. Блин, любят же они выпить. Ладно, я сохранюсь. Так. Ну, я думаю, одного тут. Нет, я звука в него постреляю. Конечно, не думаю, это будет сложно. На такой сложности там плавильная печа освобождать или там, не знаю. Потому что там возвращал орков тьма. Я тут с двумя не могу справиться. Хотя, я думаю, у меня оружие будет получше. Репутация странников за то, что я... Биоорков очень странный. Хотя, ладно. Да. Просто, понимаете, как это объяснить? Репутация странники максимально 100. Я получил 10 просто за то, что убил трех орков. Сейчас, я так понимаю, я получу еще кучу просто за то, что... Отнесу камень этому друиду. Я так понимаю, друидов тут мало, в принципе, как и самих странников. По-моему, я... Я, вот реально... Я не помню, чтобы нас кто-то учил знаний. Ой-ой-ой, FPS проседает. Это плохо. Я, пожалуй... О, классный цвет. О, это был тот самый наш любимый с кабаном. Давайте сохранимся и убьем их. Обоих. Я получил... Шкуры... А, он убил, что ли, как-то... Че, он у нас здесь сильнее? Шкуры, зубы, мясо. Хорошо, что это все прокачано. Дети въедут. Шкуры, клыки, мясо. Кривенная крапива. Я думаю, пока одно растение не слышал знать, контровое. Я планирую в этом выпуске... Хотя бы... Хотя бы... До монтеры... Все задания выполнить. То есть, по пути... Я имею в виду, на этом участке карты. Может быть, еще побродить либо... Здесь, либо вокруг Готы. Тут тоже было бы есть парочке крестных. Пожалуйста. Сколько много пунктов? Высшее название друидов. Я нашел твой камень друида. Спасибо тебе, пультница. Но я вижу, что он... Поблекший и бессильный. Чтобы к нему вернулась его прежняя сила, Его нужно опять зарядить. Козоросея колючая. О. Несколько недель назад я доверил кандидату очень непростое задание. Теперь я увлекаю себя в этом. Прошу тебя отыскать его. Что у него было за задание? Я отправил его на поиск и камни друида Варан. Мы, друиды, полагаем, что камень должен находиться где-нибудь за сильдерном. Он перелал и включил в нот, но... Это должно быть крайне необычный Варан. Это дополнительный квест. Ну, к счастью для меня, я... Не то что точно, я супер точно сзади находится. Вот здесь сильдерный. Если бы я сейчас мог увеличивать, я бы даже показал, где находится этот Варан. Там есть составы, там есть один тип, он даст потом нам квест. Надо найти его инструменты. Молоток и пила. И там будет какой-то прожорливый Варан и прожорливый еще что-то. Короче, которые сажали его инструменты. И в прожорливом Варане мы найдем камня друида Варан. Получается, мы ему принесем камень. Еще получим какую-то плюшку. Что, неплохо. Елен, ему нужен камень. Елен, ему нужен этот тип. Ну, я думаю, что я знаю, я знаю, камень и тоже что-то получил. Ты можешь опять зарядить камень друида? Могу. Но у меня нет компонентов. Ты вернул мне камень, путник. Если ты поможешь мне опять зарядить его, то я поделюсь с тобой своей силой. Я поможу тебе найти компоненты для твоего камня друида. Очень хорошо. Мне нужно 20 растений колючего стальника. Они растут только во влажных местах. Их можно найти только по берегам рек. Желаю удачи. Я первый раз как-то прочитал вообще не Т, а П, похожие буквы. Колючий спальник. Не сейчас. Все. Ничего не хочу, ничего не разговаривать. Он прервал мою замечательную тираду о том, что я прочитал колючий спальник вместо колючий стальник. Знаете, там, спальный мешок, в котором некоторые люди, которые там вообще бомжи и щеброды, заворачиваются у них и спят. Они еще и колючие. Соматический спальник. Вообще мне... Вот реально, они стоят, стоят. Тут вообще ни одной кровати. О, у этого типа на 10 это кровать, это кровать. Отлично. Давайте послимем, может дождь пойдет. Нет, дождь не прошел. Ну ладно, полная жизнь, это полная жизнь. Давайте сохранимся. Я знаю, где находится этот стальник. Не знаю, хорошо это или плохо, что я тут много чего знаю. Ну, в принципе, если бы я проходил игру первый раз, то, наверное, я бы... Ну, не знаю, может где-то читерство, что я тут многое знаю, что надо вот мне сейчас искать, я просто подойду и возьму его. Но с другой стороны... Ну, реально тут у нас этот свет. Он же, по-моему, мне характеристики повышает, да? Да, максимально жильный энергетный плюс. Я думаю, я его съем. Почему бы и нет. В принципе, я думаю, я так подумал, реально. Я не собираюсь прокачивать его химикой. То есть мне надо потратить... Вот. Мне надо потратить... 42 навыка, только чтобы прокачать. Плюс там 5, да там 5, 5, ну и что, где-то 15. Ну и там 12. Чтобы прокачать долго играющие зелья. То есть я потрачу 60 навыков просто за то, чтобы у меня... Я, конечно, потом смогу варить, но я думаю, что... Ну, мне пока особо, если... Мне пока особо, если... Что несу? А, не все правильно. Особо, если не надо... Ну, то есть, если, допустим, у меня надо будет там боец с двоими мечами, там, или магия... Я в другую сторону иду. Крепит, пещерка. Еще не буду. Если не будет. Когда мне вот понадобится срочно ловкость или сила, чтобы... Не качать очки обучения, я съем эти травы. А вот пока мне не надо, я их все-таки не буду есть. Зачем? Просто сохраню. Так, надо вот в эту заболоченную местность. Это налево. Надеюсь, здесь проход, я не знаю. Ах, железный. Где-то был кованый. Кстати, надо бы... У отделя превращения... Амулет. Надо бы это все может толкнуться хорошей цены. Так, вообще, где наша дорога? А, походу, надо как-то вот так обойти. Ладно. То есть, мы уже напали, да, на эти колючие стальники? Где они тут у нас? Так. Так. Короче, неважно. В общем... Ух ты ж, ерунда. Потрошитель. Это очень опасный текочек. Не опаснее, чем маркер. Потому что его удары мы не можем блокировать. Когти, зубы... Хм... Ох. Я задумал сырое мясо. Вон, сохраним все. А, нет, это странник. Так, ладно, я запутался. Я иду не в том направлении. Нет, я точно помню, что мне не надо идти через монтеру, потому что... Значит, я просто иду, буду идти по этой дороге. Пока не приду в заболоченной местности. Да, наверное, надо бы вас сразу достанем, сорвать. Я, в принципе, на этом шоу я уже помнил, что мне надо... Его срывать почему-то... То ли забыл, то ли поленился, я уж не помню. Так. Или выносливости. Оно, конечно, очень... Ну да, в принципе, нет. Ему стоит 25 монет, и я думаю, что я их не буду продавать. Зачем? Я у меня шнапсы куча. Вот, в принципе, да, вот и они. Колючий стальник. Сколько их у меня. Как он вообще выглядит. Так, это маучанка. Так, вы что, издеваетесь? Где колючий стальник? Он же... Это он... Здесь. Я сейчас... Мне надо посчитать, сколько их. Я сейчас просто трачу время, потому что не вижу, не могу его найти. Я его ею сейчас, а не вижу его. Ладно, давайте. Так, один, два, три. Даже если у меня ничего не было, сейчас соберем 20 штук. Так, он жёг, 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 когда он бомракорис. Бомракорис. Мы не будем его выступить. Так, стоп. Почему мы не будем? Будем. Так, отвлекаться на каждого зверя. Много опыта заработаем. Но это будет настолько долго. Даже бракорис сильнее. Оу-оу-оу. Эй, братуха, ты чё? Как ты прошёл через эту текстуру? Ты чикер. Оу-оу. Тут просто не надо. В прошлый раз меня завалил бракорис, просто потому, что я вступил на бой в камень. И соскальзывал, а он во время я бил. Вот сейчас, походу, он вступил на бой в камень. Бил. Сладкий вкусный. У меня закончились стрелы. Да, мол, конечно, он выполнил по нему в огне, но зачем я вот так убил. Это шкура мракориса, да, отлично. О, а Л-200 стоит, ничего себе. Хорошо, что мы его завалили. Так, 4, 5. Тёмные грибы. Я думаю, которого он в выпаде не стоит подходить, потому что нас всморит. Так, хорошо, 5 есть. 6. 7. Хватит скользить. Не скользи. Ладно. Я не могу просто найти их. Давайте ещё раз посмотрим. Нет, я не вижу. Их у нас 6, может, чуть больше. Не показывается, что ли? Очень странно. Чему не показывается? Ну, всё правильно. Даже если это квеста установлено здесь у нас, в траве. Но почему-то нам не показывается, сколько у нас. Надеюсь, это не лак. Потому что это очень плохо. Потому что если это лак, то... Мы за это задание заработаем ещё чёрт, и сколько репутации странников. Если это лак, то это очень плохо. Так, 7. 8. 9. 10. 11. 12. Будет смешно, если что-то выйдет. Если просто бьёт, мы будем коровы собирать, поэтому лучше... Так. Это мы уже не засейвимся. Засейвились. Теперь можно... О, да, у меня ж... Сколько у меня этих стрел? Тут будет 3, 4... 4, 5. Это 2. Это камень, это не тот самый... Я просто думал, что это не камень, а какой-то тоже чувак. У меня огненная стрела, она не потухает, что ли, вот я? Стрелы я кушаю против драконов, которые использую. Шмыга, помню. Стоп. У меня с чем находится. 13, 14, 15. Отлично. Это звучит не кованный сундук. Это железный сундук. Я просто бзикну, типа. О, ваванка магической руды. Это его как сталь, только для... Того, чтобы ковать магические оружия. У нас 15... Стальника. Уже 17. А, ну, это 20. А, ну, это 20. Здесь, по-моему, больше нету. Ладно, идем куда. По идее, по-моему, я один собрал по пути. То есть у нас 18. На всякий случай, всего 3 соберу. По-моему, для этого пояса надо всего 18. Почему он сказал 20? Неизвестно. Собирай траву. По-моему, я столько золота срубил за эту шкуру, что я могу ново. Ну, у нас трех будет. Ладно. Тут больше я не вижу ключего стальника. Потому что, по-моему, мы собрали весь. Если там где-то один валяется среди деревьев, я просто его не нашел. И сейчас я пойду туда. У меня не получится над квест сдать. Я приду сюда. Заберу оставшиеся. А потом опять пойду туда. Вон у меня шипит комб. И мне очень страшно. В последний раз, когда я слышал такое зашипение, это я видел в фильме. Понимаете, о чем я. Там еще девочка черноволосая вылазила. Поэтому сейчас у меня зашипит комб. У меня варан вылезет из компьютера. Или шнык. Будет в меньшей мере неприятный. Не, вот я, конечно, считаю себя не таким уж трусом. Но реально, если у меня и вылезет, то я тут просто вообще упаду. О, вот и он, дорогой. Отлично. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Тут даже не поленились и сделали чуть больше, чем надо. Ну, в принципе, это хорошо. Чего он едут шипит? Мне это не нравится. Не шипит, пожалуйста, не шипит. Так, то что, то заяц. Ладно, заяцы пусть живут. Мы не живодеры. Сколько у нас, для чего уровня? А немного, да? 2 400. Не, все правильно, 2 400. 5 400. Нет. 4 400. В общем, суть не в этом. У нас 27 очков обучения. И через 3 уровня у меня будет 57. Я смогу вернуться к этому друиду и изучить у него 50 древних знаний и быстрое обучение. Он же может нас быстро обучить. Вот твой стальник. Хорошая работа, путник. Теперь я смогу снова зарядить камень друида. За те услуги, которые ты мне оказал, я поделюсь с тобой своей силой. Возьми мой камень друида и храни его лучше, чем хранил я. То есть я, по идее, я бы все это сделал. Если бы я знал как, я бы сам его зарядил, сам бы его взять. Понимаешь, мне ничего? Блохим не от древней магии. Путем природы. Укротить. Спать. Спать. Чтобы я, типа, мог спать, не это самое. Длиное копье. Давайте посмотрим, что мы вообще можем. Витернесс. Нет, у него нет быстрого обучения. Могу, путник. Может меня исцелить. Ну ладно. Причем мы... Нет, по-моему, Б. Кирово-Конфийское Б. Вот он. Что можем делать? Так, у меня в чёмный шар. Нужен навык быстрое обучение и 50 древнего знания. О, отлично. Чё-то ещё есть по-интересному. Молния стоит маны 15-30. Я так понял, что я молнию, наверное, зажимаю, да, кнопку и держу. Если я молнию держу, то наношу больший урон. Зато я больше маны. Тратится. Или я что-то не понимаю. Яд. Герой отравляет. То есть я кидаю с каким-то шаром яда. Временной пузырь. О! Ха! 240 знания. Блин. Это они меня опустили. Взлом замков. Это я могу взламывать. Короче, практически всё. А я и так могу взламывать. У меня всегда много отмычек. Призыв демона. Нужен навык призыв скелета. Призыв скелета. Нужен навык ужас. Ужас. Нужен навык ослабления. Вы издеваетесь? Мало того, что у меня 220... Это и то меньше, чем, блин, временной пузырь. Ладно, короче. Я знаю, что для универа шара нужно 50. Нужен навык быстрое обучение и всё. То есть у меня для этого ничего не надо. Вот и отлично. Я потом, может, прогуглю, посмотрю, у кого быстрое обучение взять. Потому что я не помню. У этого друида потом пойдём подучим навык. Ну, древнее знание. У меня же вообще ноль, да? У меня ноль. Сколько у меня солото? Две штуки. Так, получается, надо в 50 раз больше. Да? То есть за каждое очко у меня надо одно очко обучения и 50 золота. Золота у меня надо 50 больше, чем опыта. 50 на 50. Это будет 2 500. Ну да, всё правильно. 2 500 и 50 очков обучения. Подожди, 2 500. Мне надо, чтобы поднять. Даём мне знание на 50. Ничего себе. А я, по-моему... Нет, я осматриваю этих орков. В принципе, ничего необычного. Бухло. Всех бухло. Орков. Огров. Гоблинов. Пьяные ягоды. Я помню, была игра там, где орков, гоблинов и огров относили к одной расти. Которая, в принципе, называлась орки. Так, хорошо. А, мы же... Я вспомнил, что я делаю. Я же ищу меч Венцеля, да? Налево трейлис. Я сейчас перелал в Монтеру. А вот в Гото я идти не буду. То есть я в Монтеру, там полуприняю задание. Может, побегаю по бережью. А не, венград я не могу. И в трейлис, наверное, пойду. В трейлис, по-моему, главный город. Столица людей. Ой, я же не сохранился. Сейчас сохранюсь. Ну, сейчас, нет. Плата, чего бы меня ничего не сделает. Я собрал эту траву. Почему у меня так проседает ФПС? Нет, я понял? Это Готика. Здесь у всех проседает ФПС. Я валю ладальчика с двух ударов. Так, хорошо. В принципе, все. Тут сейчас будет какой-то наемник сидеть. О, целебная трава. Так, я почему-то, я зажимаю Ctrl, нажимаю взять. У меня все равно отжимается Ctrl. Я встаю и начинается заниматься толки. Беру. Не заметил нас. О, классный стрелок. Я встал живу. Плохо, да, некоторые сложности. Ну, еще вообще, куча здоровья, если к нему. Ну, я, конечно, как человек, который уже проходил два раза игру за разные концовки, за разные... То есть я вообще, я вообще по-разному проходил. И сейчас я хочу пройти третий раз тоже. То есть я проходил за повстанцев, за цартосов, будут проходить, наверное, за ассасинов. И я проходил за мага, я проходил за лучника. Ну, как у меня... Я был воином, я был лучником. Когда я был воином, я был на плену маном. Когда я был лучником, у меня был лук, который я там выучил кучу навыков, выучил кузнеца вот из чистой руды, оружия, там вообще закачал в плавильной печи, там создал крутой лук, который там 150 урона наносил, по-моему, одноразовый квест. В чем суть? Там самый большой лук в готике, по-моему, это лук демона. Он на 120 урона, а мой лук наносил 150. Ну, потому что он был необычный, он был квестовый. Не, у вас квест, да, он вообще такой один такой может получить. Я просто с огненных стрел там пулял, всех их убивал. За короля! Ты очень смелый. Ты очень смелый. Такая связная речь. За короля ты очень смелый. Да ты имеешь в виду, с такими лозунгами ты далеко не уйдешь в районе оккупированном орками. Нас, повстанцев, и так узнают за версту. Тебе следовало бы выказывать нам чуть больше уважения, иначе с тобой будет то же, что стало с купцами из пустыни. Я так понял, что опять, что ты тут делаешь. Я не буду ничего спрашивать, у меня нет на это времени. Вообще, я просто картырю у них оружие. Связки. И, в принципе, все. На этом расскажут, что там где-то были купцы из пустыни, в Аранте, там где-то в районе... Там еще город такой, как... этот самый... Стоунхенш. Вот он. Они там их ограбили, там что-то случилось, я... Так, а вот теперь у меня конкретно залагалы. Ну, что, шанимся, ну, потому что... Вдруг у меня сейчас получилось строить связки, а потом меня убьют. У меня не получится так легко строить связки оружия. Очень плохо, что такие вот бои у меня. Вот туда. Из яйца. Этот с яйцом. Видимо. Мужик. Нахи, вепрь, слушайте, вы не издеваетесь. Чуть больше был урона лук наносил, я буду... Блин, вот у него... Одна жизнь у него там осталась, у твоего жизнь вообще нет, он почти сгорел, он меня убил, отлично. Убилла. Не. Не. Субтитры сделал DimaTorzok Так Ну ладно, здесь я опять не падаю Я думаю, их я смещал, убью Падальщики Не хватало, чтобы меня еще падали Падальщики у меня не будут Хотя, давайте поесть яйцо У этого тоже, я так понимаю Лут вообще полным рандомом выпадает Теперь давайте убьем Удъеды, Оля Удъедлива, вова Где прям Гори, тварь, гори У меня вот куча еды Ну, в принципе Конечно, у меня мод на кучу еды О, это походу Это та самая пещера Да, это похоже она Сохранимся Я, конечно, можно конкретно задолбал Всех своими частыми сохранениями Да ладно Это она, это какой-то блуждающий волк Блин, я ей живой ник Да, это Наконец-то У меня бзик на этом мече Венцеля Я ее хочу Можем быстрее достать Мяске Мяске Целебную траву Я говорю Ешь целебную траву, чувак Жить надоело Нет, вообще Почему я так не могу Наносить удар за ударом Чтобы они даже ничего не сделали Я сейчас тоже так не могу Ну, блин Ладно, мы сохранимся Все-таки убили Двоих волков еще десяти Или скольки там Я, по-моему, еще меньше О, ой, нет, нет, нет Только, пожалуйста Только не это Я сейчас еще опять буду скользить И сдохну из этого Ну уж увольте Достава огромная трава Откусил кусочек Все Невкусно Давай, давай, давай Сюда подошел Так, давайте Ой, я случайно Вносливость выпил Ну и что с ним У меня тут Девять кусков мяса У меня одинины куча Надо будет Оленину Надо выучить Вообще кучу У меня здесь Очень много Этого самого О, 22 Строй Соленины У меня куча Всяких Там, например, Соленины Соленины Там уже больше Десяти процентов Там куча Еще останавливается Здоровья Я просто Их не готовлю Не, я не знаю Рецепт Да я и не готовлю И рецепт Не знаю Не готовлю Что это Все Не, это не все Я аж помню Во-первых, там Забыл Сохранить Во-первых, здесь Ну, квест Если я убил всех Хлопов То Я бы Типа Что я выполнил Задание А я не убил Всех Хлопов Получается А я не могу Оу-оу Я уже забыл Что я хотел сказать Когда пронес Начало фразы Я не могу Тут куча Хлопов Это же Я понимаю Что играть О, я просрал стрел А ну-ка Стоп Стоп Вот Сейчас должно Нормально Я просто Завочили луки У меня упал Ковырик от мышки А водить по столу Это очень удобно Ладно Попробуем Из этих хитростей Так сказать Тактик-шмактик Блин, вот гад Он у нас Говнюк Он у нас увидел Отошел Нифига Вы меня видите Агритесь на меня Если я их ударю Они все сразу Саверятся Хотя бы Хотя бы Так Чуть назад Назад Тут его можно Словно С одним Волковым Черт Справляюсь Вы должны Четверых Одновременно Валить Тоже глупость Друзья мои Я не хочу Есть целебные растения Я ездю В том зелень Варю Санцегляд А я наверное Теперь Буду молчать Пока сохраняюсь Потому что Мне тут Подсказали в комментах Что Черт побери Это тупо получается Обрывки фраз Не так то я пересматриваю Конечно же видео Прежде чем их Выкладывать Я ступил На ушки Не только не втроем Я же специально Чтобы не втроем А вот взяли И втроем Согрелись Слышь ты так несчестно Я замахиваю Это же раньше Чего он бьет Он просто Он бьет Быстрее Я Соспугул Кучу раз нажал Черт придется Есть сырую свинину Ничего не остается Я кстати даже свинину Не знаю как готовить Отлично Это извращение какое-то Блин После этой части Поставлю себе легкий мод Ну или хотя бы средний Это чушь Слушай они меня варят Блин с трех ударов И я их бью 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 У них скорее сатага Больше моей Так фиг тебе Ты блин пользуешься своим читерством Быстрой скоростью атаки Я тоже буду пользуясь Читерством Если таким образом Можно вообще всех врагов убить Постоянно хавая блин тут Нажали себе там Тысяча кусков мяса И стать непобедимым И стать непобедимым Я замахиваюсь Я стою чуть подальше чем обычно Стою и замахиваюсь Надежда что ты меня атакуешь И подойдешь под мою атаку Короче И я так понял что я сейчас Тупо съем 17 Чтобы убить Одного Все Все 4 репутации монтерн Ну вот Здесь уже дают По 4 репутации Не то что в кабдуре Пришел чувак ускал два слова Дал бы тукушнадца Все В какую сторону я иду Нет я иду к выходу Вот вход Вернее Вот глубина Все здесь Теперь можно спокойно расслабиться Маков нет Я всех убью Тут походу один кованый сундук Да и один железный Нет Это не просто сундук Здесь Здесь меч Венцеля А нет Он даже не в сундуке Я точно Он просто походу тут лежит Да Вот Вот он тут лежит Так я не помню Он его сам сюда кинул Или его там Вулки убили О А это железный Зачем Меч Венцеля Отлично А мне не дают никого Задание Я только потому что Вы помнил Задание Оу Случайно задел Сталь Монета Шесть жареного мяса Амулет Который у нас же есть Взрывная стрела 45 урон от стрелы Отлично Я помню Я себе взял Лука Я только что Рассказывал Прокачал себе Алхимию Понаделал стрел Прокачал себе Кузнечное дело Сковал себе Лука с чистой Руды И ходил У меня было там 200 урона С лука Я вижу У вас на свет Я тебя Не упущу Ладно Я бегал Бегал За этим мечом Венцеля Уже черное Сколько времени Я хочу хоть Постоять Что это хоть Такое Я помню Что он что то Очень классное Вот он Да ладно вам Серьезно 160 сил Требует Наносит 70 урона Из них Блин 60 урона И 70 Потому что он Благословленный Мой наносит 70 Я его Блин Могу заточить Он будет больше Наносить Все Если я тебя Что Блин Походу У меня тогда Были Патчи Установлен Лимон Там Я не знаю Что там Дополнение Короче у меня Венцеля Наносила Ой Шершина Ой Вот У меня Закончилось Противонятие Я конечно Убью С одного Удара Но Сейчас Убер Я умер Так Хорошо Так Ладно Я Забыл Сохраниться Поэтому Мне пришлось Опять убивать Тихо Волков Но я думаю Я избавилась С этого Зрелища Довольно Мрачного Ну ладно С музычкой Играет Хорошая Оставим Все плохое У вас на Цвет Собрали Теперь Убил Шершина Которыми Отстерег Не постережем Не постережем Не вертится Гори Меня убил ядом Теперь сам Умирай Периодического Урла Все Ура Ну типа Все Да Монтера Дошли До тебя Тихо Дошли Или Еще Не дошли Нет Мы вообще Пошли в обратную Сторон А мы Собственно Где А это Какой-то Лагерь Разбойников Ладно Будем В себе Убраться А где Мой Треугольничек Я его Потерял Давайте Попробуем Мне кажется Они Порешают В принципе Если Они Не Нет Они Меня Порешают Дезертир Я Застрял В текстурах Дезертир Было бы Сложно Учитывая То Что На нас Соберлись Сразу Семь Чурков А Так Вот Походу Я Этими Стрелами Туда Бил Того Орка Крас Или Как Он Попадал Он Падал Тебя Так Так Теперь я Стоять запутался в деревьях мне надо не было бы тупо сейчас так вот умереть столько всего сделал поэтому я поем свининки съем у вас-то цвет как у нас тут все дела двое грабителей ну ладно что у нас со стрелами у нас еще две одному успешно это был последний второй в принципе тоже это был последний животными при спида я могу нажать f5 да вот она сбежавшие имена хоть разные не просто бандит 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 разбойник бандит бандит разбойник разбойник тел сделать а тестует говорит глупец колючу дартел сделать все сохраняю все давайте соберем с них все честно я от себя не ожидал то есть вы видели на меня волки по одному нападали я убирал а сейчас у меня напали 7 типов вооруженных блин до зубов мы их раскатали стрелы стрелы к сожалению были только одного и вообще надо больше стрел огненная стрела кажется мы когда огненные мы их не просираем это мы их просираем просто она упала потухла и от нее остался уголек пусть или стрелы я тебя достану я же могу сейчас нажать использовать стрелы которые я у них отобрал и убить его halt о а до а я играл когда шоу гучника снящи на расстоять он так не заскользнет яку такое что нажал чтобы от первого лица смотреть или нет нет я просто пошел в деревья так хорошо так тихо 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 блин он уже как так он меня только сейчас понял же мяч убить может есть какой зелье ну ладно я поем свиньки тыканы стрелой уже я не знаю эти подушечка в трой булавки втыкает вот так и вот подушечка то мертвая даже я думаю если была живая то она бы умерла после стольких возвращений с булавками я не решаясь нападать на него один на один потому что но я знаю он ватной бани я знаю прикол ватной брони в готике она дает значит от клинка большой то есть я ему особо ничего носить не буду вот он меня сможет для ближнего боя убить немножко приблизим ржавый меч у него был никогда не поверю что на мясо шнапс ладно особо ничего не было нет это моя стрела я думал этого меч неужели у него был ржавый меч или это я не так прочитал я думаю я так понял во первых вы бежим еще в сторону от монтера то есть получается надо потом развернуться а мы бежим хотя черт его знает может быть мы сейчас так вот повернем побежим правильную сторону я не уверен головорез он сохранился озорной бандит бандит легко вооруженный карманник а у меня просто стрелы если бы не тот лучник там кстати по моему было 2 2 лучшего почему сделал парень разного вычетая стоять стоять а что я немного не понял я а реально остановился на эти типы там провернули коньте ограбление того еще это был последний жаль что так хорошо какие-нибудь парни провернули ограбление грабили банк убегая с кучей денег ему там буквально пять минут до аэропорта и потом еще мальдивы и с красава какие-то менты бегут за ними стоять правильно вот он сказал стоять и они вот сразу остановились действительно такая логика так его идет чувак хочет вас всех убить и ну или при мере убежать и издалека вас их поубивать и надо стоять то действительно конечно без проблем браток стою жду пока он не убьете стою хочу подавляться ума уфа закончилась и я тебя все равно достану перри надо вы мне этого лучника и один на один вот завалить я думаю я вырежу от лагерь потом просто дыду монтеры закончу выпуск на хочу делать так ха ха попался в щит мансуем этого стрелы и мансуем мансуем продолжаем мансовать а а а а а еще два не получился нет 19 стрел неплохо я испытал тут намного легче драться с этими самыми с гуманоидами с людьми и ворками там не сглобинами но с людьми и логами да потому что мы можем уклоняться от них мы можем можем их закликивать то есть понятно что они просто уносим удар за ударом а не постоянно идет анимация типа что им больно и все они ничего не могут там сделать их тут столько их тут четверо пятеро а я все равно тебя восстал а 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 видеть их разбойник если их просто купила и тоже чем очистили получим опыт получим 20 тысяч и даже мечи и чудеса творче ты можешь по нормальной цены продать вот он бежал высыпаться не пишешь так о о стрелок я их теряю а трое одно убило не отстал это был последний придется начать с руки добивать а а а все что у нас там что на мясо съем его сохранюсь ладно у них вон те двое остались которые я еще достану так это еще и не с полной жизнью а а обвинцев жарим о том 25 тонн энергии восстанавливала но увы приходится все съедать я так понимаю обзорного должен быть лук нет он же озорной я думал обзорный то есть кто стоит на вышке и обозревает этого бы точно было что он со стрелами как 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 я нажимаю я все равно достану кровь нахтем ши вот и не жили арбалич а а у него там еще гасит отлично совершил ошибку связавшись со мной значит так я тут немножечко как я забыл включить запись когда я я вспомнил что я забыл но неважно тут особо еще не произошло я просто завалил четверых типов которые были здесь при вас то завалил типов 20 поэтому я думаю что тут битва не особо отличалась мне интересно все его что туман делать просто делаешь все не видно было так это же глупо ну как бы если бы он им уменьшал обзор но и туманную как бы я буду плохо видеть а они же все-таки боты они свободны видеть так значит мычки сосуды вот я тупо ну у меня не было сосудов я ел солидное зелье теперь есть сосуды целебных вернее трав целебных трав мало я так понимаю в той пещере еще там бандитов 10 я не знаю вот и сохранимся обычным но и тут я охраняли вход значит учатся здесь это было что их здесь четверо теперь которые ближе старыми не увидели уже не спинами стояли таки двое строящего дальней стенки меня запалили ну а че один на один давай, гоу гоу один на один днища это уже не один на один уже сзади стоит типу пуля от меня а это было просто капец как больно сейчас вам сейчас может быть не менее больно так черный корень можно съесть там у меня их вообще 80 30 это же последний сохранимся то сейчас я чувствую меня завалил сейчас из дурки сбежал ли все-таки стиль а то я знаю их этих воров стрелы все с оливардами вот именно там какие-то бродяги воры там еще те ну я понимаю грабители воры там еще и ну блин один какой-то зэк 2 не знаю как прям фильме каникулы строгого режима пока они каким-то образом у них тут столько стрел столько этого оружия так еще я блин отгрохали себе лагерь я так понял что какой-то последний человек остался просто легко вооруженный он себя возомнил я не знаю халка вот логика типов да и в этих играх не понимаю что тут другой вот не может быть это все таки игрушки ну блин типа да тут стояло 20 типов примерно в лагере я к ним захожу понятно что эти 20 завалил стоят 5 типов я при нем четверых убивая и он такой не но он убил конечно четверых и остался с полной жизнью но я же тебя все равно один на один добью вау 20 лет на серии она и будет собрать адские грибы они мне пока не нужны особо воу воу фпс просела сразу вашего то пещеру это получишь будет что-то снижающие фпс а вот этой броню я так понял что он какой-то глава сейчас за сану лука посмотрю кто-то покажу его есть и если у него есть имя значит главарь я помню было задание какой-то там главарь на побережье нет просто бронированный бандит главарь на побережье он находится на побережье а я думаю что они стоят они меня тоже пыляют сейчас я думаю все же промахнулся но я промахиваюсь стреляю в эту гущу так подожди на и похилиться сколько где мои корни я съем штук пять ладно четыре я думаю будет достаточно блин я стрелал прочесал его под рукой на взберемся волосы на поднышке не попало вот я думаю что впритык я точно буду попадать я даже не упадаю в принципе не буду я лучником то я и так не хотел быть лучником потом прохождите я каждый раз пробую что новое а артики поэту у мог пока что все остальные сетях после чего то сосуды движения бой закончен да нет же нет да я же у меня стоит игра вообще у меня она стоит на среднем сессии поставили на среднем потому что на сложный метод просто не могут ну понятно да на легком это я бы с на стрелку убил вот этого бронирована будут стрелки это интересно интересно прохождение сложная потому что гад но чужой что-то там после чего-то стоят на еще завалю слуга не побольше надо потом там все стрелы на свободе пустил куда-то все такие себе озорники хулиганы пятилетние еще на губах не обсохла кое-что белое жидкое вы понимаете я еще не толку сперва мы сохранимся нам не надо что завалили у каторника у самого крутого бандита не было столько сколько у каторника хорошо здесь кровать на которой чтобы поспать восстановить себе здоровье там могу и я посплю до утра почему бы и нет шкаф большое возможно отлично а у химический стол то что доктор прописал давайте что у нас есть целебное зелье бесцелебных трав и солнцеглядов масло магического корня масло магического корня вода магическое что из воды магического корня и сосуда что серьезно надо потратить одно вода а не сосуд чтобы приготовить одно масло не давайте сварим штучки четыре посмотрим зачем ну так то целебных зелий двенадцать нас еще 9 сосудов целебных трав потому что еще целебных зелий а у меня что нету исцеледного корня ну ладно ладно я не буду варить потому что у меня сейчас сосуды закончится четыре сварили достаточно давайте собираем наши стрелы тут в принципе почка суда нам не нужна что и все и здесь здесь большой судук который я не могу открыть и здесь больше ничего нету ну ладно плохо хотя если учесть что мы тут левел подняли хорошенько вот у нас уже 37 очков я все хочу а ну да мы еще же пособирали с них щитов там сиди куда тут мечи щиты куча всякого оружия вот тут щит стоит 125 мы 6 собрали тоже сколько там 750 золота так тут сейчас какой то звук был дьявольский он мне очень не понравился ладно все мы выбрали за эту пещеру тут куча трупов да и мы идем я так понимаю что это дорога из Кабдуна в Монтеро я почему то пошел вот так вот через эту эту самую поэтому я миновал мы шли совершенно не туда теперь можно просто пойти пешком сейчас да все правильно я просто не туда свернул тут можно было свернуть там где волчи логово и логово бандитов и там где Монтеро вот так в принципе все осталось просто пешком дойти до Монтеро и не опыта нормально получили сколько у нас там было я говорил что у нас не хватает да у нас 34 тысячи было сейчас 39 5 штук срубили причем очень странно за бандитов же нам давали 50 и 100 то есть чтобы свернуть 5 штук но надо было убить их 100 ну 60 грубо говоря какие то что это а это кирпичи а это да это только рассказывал да что Монтеро стояла стена а эти типы просто от которых магов не было ни шаманства не могли это как-то заблокировать я хоть в Монтере я это Монтеро или это какой то дороге Монтеро все стену разбили ворвали сюда в принципе все мы закончили путешествие долгое до Монтеро я думаю на этом можно закончить часть в следующем мы уже будем выполнять разные задания в городе всем спасибо за просмотр пока